Донковский Донковский Надеюсь, что он по-прежнему находится в омуте Опять не заболел, никуда не усвистал Да отстать от меня, а! Вот ему надо-то, ну ладно-ладно, давай драться Давай-давай-давай, на сука Ага, на ещё На! Вот ты пёс! Эй! Зашибись! Просто идеально! Сразу и чума, и гопарь, и какой-то выстрел в затылок Почему бы и нет? Ладно Сейчас я замочу этого гопника, дойду до Донковского Нам же надо выяснить, что он там скажет нам И скажет ли он нам чего-нибудь А вообще, мне надо срочно по пути где-нибудь Знаешь, что делать? Надо найти аптеку Вон там, вон там хавчик, здесь чума И вообще всё как-то очень не здорово Надо найти аптеку, потому что если я её не найду Ну, аптека есть напротив омута одна, это точно Потому что смотри, моё здоровье А медикаментов-то у меня нету? Нету И свежего добра в мусорке никто Ага, успел! Ахахаха Наебал, наебал Ну и ладно Спокойно Вот ты сука глазастая Я, наверное, даже сейчас Да... Да что до... Блять! Ох, как это выбешивают-то иногда Я, наверное, даже сейчас сначала зайду в аптеку Куплю какого-нибудь бухла 1300 Мне особо ни на что и не хватит Здарова, пацан, стой! И надо будет отоспаться Во, пацан, вот это ты вообще вовремя Так, бритва Раз-два Мирадорум Раз-два Ну и давай, наверное, третий Хрен-то с ним Ну, что ты мне хочешь? Вооот, другое дело 2900 Ёпта ж, меняю Блин, цена 4 Это вообще надо было обменивать у тех мужиков Так, 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 так Так, так Нож 700 Блин, я так хочу этот перевязочный пакет Просто аж страх Даже сильнее, чем моторфин Ладно Идём Всё равно бабла нету Жаль, конечно Я такую кучу патронов до сих пор жалею Потрасил, пока мы там бегали, зажигали костры И это просто кошмар Тем временем Час прошёл Вот что тем временем Сейчас мы послушаем Дамковского У нас основной квест на десятый день По-моему, уже всё выполнен Значит, можно будет пойти здорово И пофармить, так сказать Что скажешь, Артемий? Старшина рассказал мне об Удурге Это поселение Он точно сказал тебе именно так? Да Но у меня есть совсем другая версия Какая же? Я предполагаю, что таинственным знаком Завещания Сидора Обозначен Симон Кайн, друг твоего отца Сверхчеловек Создатель этого города Проектировщик обитаемых миров Вот как Я хочу узнать Какого мнения моей версии Дочка Ольгимского КПЛА Также человек, которому мне вообще Путь заказан Катерина Собурова Я хочу всесторонне изучить гипотезу Мария может быть предвзятой Спроси этих женщин, Артемий Тебе они ответят Спроси Сможет ли Симон быть удурком? Пусть просто ответят Да или нет Они не простые штучки Кажется, им про нас всё известно На много ходов вперёд То только известность Это лишена конкретики Глядят далеко Хотя видят мало Но они поймут о чём речь Будь по-твоему Ну вот так-то По-твоему, конечно, будь Но надо бы сначала мне Вздремнуть Дай-ка мне в пятку Чудненько Ииии Восемнадцать двадцать Так, Собуровы и Капелла Да? Собуровы это справа вверху? Да, точно Вот они В принципе, всё Блин, опять зигзагом Через весь город хреначить Но по крайней мере По крайней мере Статы практически идеальные Репутация вообще прекрасна Можно кого-нибудь из мирных Завалить и поживиться Чё-то меня в какую-то не ту степь понесло Да? Начал уже мирников валить Ну да и Хрен-то с ним Я вообще пытаюсь их спасти Они могли бы собраться Всем городом коллективно И начать мне помогать Но нет! Чуть что с моей репутацией не так Они меня сразу побить пытаются Всем городом А когда у меня репутация Просто аж это самое Дорого Давай-ка поторгуем Когда у меня с репутацией всё прекрасно Так хрен от неё Они мне помогают Ты куда? Пошла она Угу Хм Чудненько Блин а почему Отлично Почему у этих мужиков Можно забрать топ Да как ты меня сука Он быстрым ударом Вот этим снизу Оперхотом блин Или хрен знает как его там Всегда успевает попасть Всегда успевает попасть сука И откусить моё хп Ну и ладно Почему у этих мужиков Я не понимаю Можно забрать топливо Но нельзя забрать огнемёт Это не честно Вообще пожалуй наверное Стоит мне остаться В этом райончике сейчас Если я успею доделать все квесты И хорошенько так поживиться Блин я накопил конечно уже 2400 бабла Но У меня Ай У меня скоро Голод вон дойдёт опять До максимума То есть Сука ты такая Надо успеть и еды купить И лечилку Ой Здарова малая Что? Что? Ты же всегда будешь за меня Правда? Ответ мне капелла Можно ли сказать Что Симон Дурк Высшее существо? О нём самом я бы так не сказала Всё таки он родился человеком А у Дурка человек это разные вещи Вот если бы Симон пережил второе рождение Его дух воплотился в новом теле Совершенном Огромном В теле которое Ммм Которое было бы Вместилищем для других людей Тогда да Несомненно Может ли быть такое? Сомнительно Но теоретически Да Ты ведь говоришь о наших понятиях И поверьях Правда? Сейчас мы называем словом У Дурк не то же самое Что имели в виду степняки Теперь Говоря У Дурк Мы имеем в виду идею Ты думаешь Мой отец употребил это слово В том же значении Когда обозначил его длинным тавра? Ах вот то о чём Нет Конечно нет Твой отец Наверняка имел в виду Именно то самое Что в степных мифах Но ведь таких существ уже не осталось Думаю что их никогда и не было А ты говоришь Если их не было прежде Может быть они появятся в будущем Как знать Всё бывает А почему Клара взялась за детей? Она действует так словно побеждает Вот мерзавка Клара действует так словно побеждает Вот мерзавка Блин посмотрим Посмотрим потом что будет за Клару А старшина сможет солгать? Не знаю Но думаю что не может Если он не захочет говорить правду Он просто уйдёт от ответа Он опасен? Очень Говоря с ним ты рискуешь каждое мгновение Мне кажется он только ждёт случая Чтобы покончить с тобой Но сам не решается Ждёт разрешение Буду иметь ввиду Спасибо предупредила А чё ещё скажешь? Это та же сила Понятно Судя по всему больше ничего Тогда мы идём к Соборовым Ран Здесь в конце дороги всегда была чума А сейчас нету Ага конечно нету Я уже запоминаю просто где эти самые стоят Чумные облака Так это у нас вообще сейчас получается Один единственный квест и остался на этот день Да? Время Время 19.13 Посмотрим насколько длинно ещё этот квест будет Так, надо сразу левее обходить Не исключено что мы успеем закрыть этот Фу Вот это щас повезло Успеем закрыть этот квест и И тогда можно дороже косить Гопников Всю ночь на пролёт Здорово же? По моему здорово Как много еды в этом магазине Ну спасибо тебе лысый, спасибо Раньше хотя бы там по одному яйцу валялось, а теперь всё. Стухли, видимо, даже последние яйца. Это плохо. Скоро мне будет нечего жрать. Я у Собуровых за всю игру, по-моему, только один раз-то только и был. Только-только. Вот реально один раз. Ага, здорово. Светил, когда речь идёт о делах несущественных. Спасибо, буду знать. Чего ты хочешь, потрошитель? А я хочу узнать, кто у дур, которого оберегал мой отец. Говори прямо. Я не могу сказать тебе прямо. Скажи как есть. Я знаю, несомненно, что твоя жертва – женщина, красивая женщина. Женщина, которая уже любит тебя. Довольна тебе этого? А нет, это может быть кто угодно. А при чём тут это? Меня радует то, что хотя бы по последнему признаку я не подхожу. Надеюсь, меня минуют твои ножи. Ищи удурга среди людей, а не среди химера. Человек может быть удургом. Бывают люди, которые больше, чем люди. А теперь оставь меня. Мне страшно в твоём присутствии. Ты пахнешь кровью. Кровью пахнешь ты, свирепая правительница. Прощай. Правда. Чё ты хочешь? Ничего. Чё ты хочешь? Ничего. Да. Да ничего, ничего. О... Окей, но я так и не получил ответа на свой вопрос. Однако, на кого назовут удургом хозяйки маленькой капеллы и умирающая Катерина? Намекают, может быть, как бы на эту. Пачек приложен приглашение капеллы, бакалавр раскрывает. Кто меня тут, в принципе, в этом море может любить? Аглая? Которая, возможно, прониклась с какими-то сверхположительными уже эмоциями? Здорово. У меня твёрдая рука. Я очень рад. У меня твёрдая нога. Не будешь отвечать на мои вопросы, она окажется у тебя в челюсти. Покой, покой. Сейчас мне нужен только покой. Зашёл, узнать или живой здоровью. Вот хотел. Ясно. Понятно. Ах, утки я на удар ногой. У меня здесь нету, так что я пошёл. Я пошёл куда? Я, видимо, пошёл в собор. Потому что куда мне здесь ещё идти-то? Хотя, даже если это Аглая, нахрена мне идти в собор? Я пойду к бакалавру со своими теориями. Я же, наверное, ему уже смогу что-то сказать? Выложить какую-то теорию или нет? Я просто смотрю. У меня вот здесь вот не появилось никакого продолжения. Не исключено, что я закасипорил в диалоге что-то где-то. Смотри. Ой, опять в этом же месте, опять ходит гопарь. Тут театр просто, по-моему, манит этих гупников. Да встань ты уже. Да как ты мне попал? Я от тебя уже отошёл, сука. Блин, всё же нет. Надо замочить кого-нибудь из мирных и отобрать у них этот. Бин, дай. Нихера себе он мне впечатал-то. Во, бинтик. Что-то я, по-моему, здоровье сейчас потерял столько же. Репутации, смотри, всё же один кусок отвалился. Ну, ладно, я это как-нибудь переживу. Ведь чисто в теории наверняка меня за это должны мучить там всякие угрызения совести, да? За то, что я мирного завалил, да? Но нет. Как я уже говорил, этот город, он очень нечестно относится ко мне, поэтому я точно так же буду нечестно относиться к нему. Только кому-то чё-то не понравится, они меня сразу бьютли, зод мирный, то возьмут в клетку, запиндюрят. На полной репутации, блин, отхера сейчас сначала, причём толпой, а потом уже в клетку засуну. И это нифига вообще не по-мужски так делается, поэтому... Я тоже буду поступать с этим городом и его жителями как попало. Лежишь? Лежи. Но вообще, надо, наверное, начинать аккуратнее действовать, потому что у меня уже так мало здоровья осталось. Было же почти полное. А тут всё. Мы про тебя всё знаем. Молодцы. Дай-ка мне патрон и... Ага, судя по всему, патрон мне у тебя и выменить-то не на штаб. Свободно. Тогда я пойду к Данковскому. А сколько денег? Денег 3-3-3-3. Бинго. Ну, я поговорю с ними. Я собираюсь изучить эту башню. Она заслуживает самого пристального внимания. Это да, я с тобой согласен. Что же скажешь, Артемий? Ну что же, я поговорю с обеими хозяйками. Капелла уже хозяйка, впрочем, неважно, несущественно. Так какой же ответ? Может, Симон был удургом? Хотя бы возможность такая есть. А да, всё идёт к тому, что и профойн он есть, но это ни о чём не говорит. Что же, значит, игра стоит свеч. Хоть это и будет рискованно. Придётся поставить на кон свою репутацию угрозного победителя в битве при шхирах. Не понял, тебе тут какая выгода? Ключ к разрешению этих противоречий в башне, которую вы называете многогранником. Ясно уже, что она не то, чем притворяется для посторонних. А при чём тут удург моего отца? Мне... Извиняюсь. Мне осталось проверить эту теорию с точки зрения оптики. Я должен быть уверен, что это не пустое суеверие. Я изучу многогранник изнутри, а ты, в обмен на это, найди доказательство того, что подземные капилляры имеют такую форму, какой она видится мне. Ты все жилы из меня вытянуть хочешь. Опять тебе нужно, Бонни? Не забывай, что моя задача найти источник заразы. Тебя не пускают в башню, у меня в Бонни. Давай помогать друг другу. Завтра я пришлю тебе весточку. Договоримся? Вот завтра и поглядим. Ох ты ж, ёпты ж. Здравствуй. Гомункулов тут понавыращивают. Так, и получается, да, получается, что все, ну, получается, что 21, у меня еще есть 3 часа, и все это время, а действительность расходится на двое. Две противоречивые истины скрываются за проклятым знаком. Докси человека Симона заключенный в зеркальном корпусе башни, или город, выкормленный землей, слепленный по услепленной, по подобию босса Туруха. Вот два Удурга, и нет иных. Объясню от души. Мы, знаешь чё, мы теперь идем косить гопников. И, кстати, уже ночь, скоро они вылезут. Потому что основные задачи у нас на сегодня все. Побочные задачи тоже почти все. К Мишке я идти не хочу. Жива и хорошо. Хоть не то, чтобы прям здорова, но жива. Это главное. Поэтому я пойду просто дальше спокойно косить гопарей, пока не настанет одиннадцатый день. Два дня осталось. Я тебе точно говорю, у гопников респ в театре. Блин, ну эта армия, она на самом деле больше только поганит всю ситуацию. Я нигде не успеваю найти практически целого гопника никогда. Их везде убивают. Только я куда-то прихожу, а там уже валяется обобранный труп. Помощнички хреновые. Не, на самом деле с такой беготнёй я просто трачу время впустую. Вот, о, ещё гопник, наконец-то. Это, кстати, третий... Ты чё, ноешь-то, дурак, что ли? Это третий гопник за всю ночь. Это просто жесть какая-то. Кит, блядь. Реально, третий гопник за всю ночь. Всех остальных успевает убивать. Да это не круто. Я всё это время потратил 2205 на то, чтобы зарубить трёх гопников одного мирного и обшарить один дом. Ну, в котором ещё двое нитей сидело. Ой, крыса бежит, спотыкается, сука, такая хвостатая. Поэтому я сейчас просто иду в этот дом, отсыпаюсь. И мы потом идём в театр и смотрим, чё там совсем слепая. Бааа. Ладно. Хавчиком-то это, кстати, и так и не разжился, нихрена. Это плохо. А-а-а, Мирадурм. Так, в пятках хватит? Чё-то нихера не хватает, смотри. Ну правильно, у меня уже голод как раз вырос... Эй, а ты чё зависла-то? А. Открыто достижение, всё связано, да? Или всё сказано, или чё-то такое. Новую пантомиму, да-да-да. Блин, ну я теперь из-за голода начну просто сдохнуть. Потому что не было еды. Письмо от Аглая. Ещё о предстоящей жертве. Я окончательно убедил о своей правоте. Твой удург город. Твоя жертва, башня убийца. Я много думал об этом. Совпадение не может быть случайным. Нити слишком многих судеб сплелись в одном узелке. Его можно только разрубить. У задачки только одно решение. Город не знает, что его убивает. Город думает, что он пал жертвой несправедливой случайности. Город боится. Его тучное тело сводит судорогами. Городу снится, каким он станет через 7 лет. Сохрани ему жизнь. Аглая. Аааа... Всё по-прежнему. Всё по-прежнему. Всё по-прежнему. Так. Главное письмо это пришло, получается, за 10-й день, а сейчас день 11-й. У меня голод уже по самой неболуси. Мне надо срочно что-нибудь сожрать и посмотреть театр. Кстати, возле театра, как раз, по-моему, вот там вот где-то есть харчевня. Скажем так. Надо будет туда завернуть. Закон земного тяготения фатально несовместим с возможностью замораживать грёзы. С иллюзиями нужно вовремя расставаться. Есть один хитрый расклад, при котором получится сохранить зеркальную башню. Но это потребует жертв. Что скажете? Закон велит молчать. Как будто нечего и беречь, кроме этой нелепой башни. Есть ещё один хитрый расклад, при котором получится сохранить обитаемый город. Для этого тоже придётся пожертвовать кое-чем. Что скажете? Закон беспристрастен. Что хочешь, то и решай. Есть ли хоть какой-то расклад, который не спровергает ваш несправедливый закон? Наше дело тихо. Что дёргаешься? Время ещё есть. Поживи пока. Субтитры создавал DimaTorzok Принести в жертву башню, это они вообще завернули на душе. То есть, вот как бы она, вот как бы бойня, два наших ключевых здания. Вообще, изначально, я когда смотрел ещё в самых первых сериях на эту башню, на эти бойни, они же тогда ещё отображались на карте. Уже тогда было понятно, что это что-то ключевое, наверное, самое значимое. Здравствуй, чума. Принести в жертву башню. Игра не перестаёт угорать надо мной. Ну, посмотрим, ладно, как это всё развернётся, как можно будет жертву башню принести. Где харчёвня-то моя? Вот, где-то здесь. Если сейчас и в ней жрать будет нечего, то... Это будет прям беда. Да ладно, да неужели? А почём 1200? Да, прошлый день стоило по 600 с чем-то. Сухарик, давай. Яйцо тоже 1200. Молоко 240? А чё так мало? Давай. Я слушаю, яйцо это сам... Жри. Так. Ну, от голодной смерти отбился. А вообще, сухарик и все эти зёрна надо бы детишкам отдать. Но я детишек почти не вижу в последнее время. Их нету. У меня уже столько всякого хлама с собой, который можно им отдать. А детишек самих нету. О, идёт. То есть я тебя не интересую, да? Спасибо! Блин, ну и вот как я должен был сейчас этого гопника перехватить? Никак. Вот, да ладно, я его подрезал. Тихо, тихо, ну всё, хорош. Мой фрак? Точно мой фрак. Ты смотри, как я грамотно подрезал. Ещё и мяса добыл. Съедобного. Нет, ну правда, ну какая разница? Он, что так сырое мясо получается жрёт. Свежее. Вот, да. Что это самое? Взял бы, сожрал все эти органы. Странное создание. И я, кстати, убедилась в город, думаю, что он пола жертва. Я маленько в рассеренности сейчас, куда идти, кем будет искомо. Это всё то же самое. Угу. Ну, наверное, как обычно, надо будет просто пробежаться по всем ключевым персонам. Данковский, Аглая, сгусток, может быть даже старшина, либо зарулить в многогранник. И там нам кто-нибудь как-нибудь да расскажет, куда идти и что делать. Но, в любом случае, у меня опять нихрена нету здоровья. А это значит, что я иду в омут. Да, я иду в омут. Ляха-муха, привет. Жру какую-нибудь ягу. Тихо тут. Что-то организованная преступность. Жру какую-нибудь ягу, отсыпаюсь, отлечиваюсь. И тогда уже, скорее всего, будет утро. Ну и мы сразу поговорим с Данковским. Если с Данковским ничего, то тогда посмотрим, что делать дальше. Чё загадывать? Пойдём вперёд и по пути уже выясним. Как получится, так получится. Я понял, Артемий. Теперь я знаю, как объяснить твою загадку. И действительно, тут замешана мистика самого высокого порядка. Я слушаю тебя. Твой дурк это Симон. Точнее, не совсем Симон. Это строение. Целый архитектурный комплекс. То есть, значение город сохраняется и присутствует в высшей степени. Теперь вообрази, что это строение как бы принимает в себя душу Симона и становится живым. Как? Да, тут тонкость на грани понимания. Это явление можно толковать и в научном, и в, так сказать, мистическом плане. Я сейчас не могу объяснить тебе этого и доказать, поскольку чертежи у Аглай. Но поверь мне, всё так. В здание город вбирает в себя дух и оживает. Как это вбирает в себя дух? Какие чертежи? И тут другой вопрос хочу задавать, ну, задать точнее, ну давай это. А, собственно, этого ещё не случилось. Но Кай наручается, что сделают это. Тут что-то среднее между оптикой и психикой человеческой. Такого ещё не было, это несомненно. Душа содержится в нём как в теле? Именно как в теле. Я сам сокрушён, раздавлен. Я не мог и предположить, что, возможно, хоть что-то подобное. Химера и живого, и неживого. Несомненно, Артемий, это и есть твой удурк. Ты ведь знаешь, что Симон был одним из последних подопечных Исидора. Возможно, ты прав, я буду думать об этом. Типа всё? Надеюсь, я сумел тебя убедить. Но кто тогда моя жертва? Не знаю. Я вообще считаю, что всё это предрассудками. Без жертвы мне не достать у них крови для сыворотки. Я должен угадать. Почему бы тебе не спросить прямо? Пусть старшина скажет, что он хочет от тебя. Он ждёт, что я угадаю. А ты припугни его. Я не видел старшину и не знаю, что он за человек. Но думаю, веская угроза может поколебать любого. Припугни его. Таким образом... Старшина вообще, по-моему, не человек. Кайн сегодня намекнул мне, что старшина как-то связан со смертью твоего отца. И Большой Влад отлично знает об этом. Он тебе не говорил, разве? Эта новость не говорил, но скажет. Я чё-то не помню, чтобы он что-то такое говорил в наших диалогах. Всё, да, на этом всё. Мне в любом случае надо отличиться, отлежаться. И тогда, получается, мы потом идём к старшине? Давай попробуем. Блин, а кому мне все эти металлические канистры? Их, скорее всего, усатым надо продавать, потому что детишкам оно вряд ли понадобится. Но я не видел ни одного усатого. Или просто внимания на них не обращал. С этими же ганцами торговать нельзя? Вроде нельзя. У меня не получилось отоспаться первый раз, потому что у меня не было никакого медикамента. Поэтому я выскочил в аптеку и бегу обратно. Сейчас попробую отоспаться и отличиться ещё разок. Ага, замечательно. Завтра всё будет кончено. Утро одиннадцатого дня. Прямо так жизнеутверждающе, позитивно так пишет. Навстраивает сразу. На рабочий лад, на продуктивный день. Приглашение Клары. Прежде чем идти в бойни, непременно зайди ко мне. Я буду в старушке у ласки. Сегодня тебя попытаюсь обмануть и убить. Я подскажу тебе, как остаться в живых и заставить врагов угодить в их собственную ловушку. Вот так вот. Нам предлагают... Так, это где-то здесь, да? Это здесь. Да, старушка, ласки. Блин, вообще смотри, просто хреначи через весь город. Через весь город хреначи. День одиннадцатый, в котором Гаруспик попадает в капкан. Ибо его дилемма соединяет взаимоисключающие истины. Вот попробовал бы кто-нибудь из разработчиков современных компьютерных игр поговорить на языке Мура того же. Его бы игру, наверное, вообще ни хрена бы не поняли, не приняли. Блять! И забыли про нее очень-очень быстро. Уйди от меня, пожалуйста! Короче говоря, ребят, давайте сделаем... Так, я топаю в старушке ласки. В старушку, точнее, ласки. Сохранюсь в этой старушке. И непосредственно тогда от этой старушки мы с вами и продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова